Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте! Меня зовут Андрей Миронов. И сейчас мы устроим эксперимент. Дело в том, что я нашел в интернете информацию о том, что таблетки MPG Cuts экономят от 15 до 30% топлива. Конечно же, я, как и многие из вас, не верю всему тому, что вижу, слышу и читаю в интернете. Но я подумал, что эту информацию совершенно нетрудно проверить. Я купил 4... Я купил 1 капсулу, 1 таблетку MPG Cuts по розничной стоимости 100 рублей. И сегодня устраиваю простое испытание, вторую его часть. Вначале я взял трехметровую банку бензина. Вот такую же, точно, как стоит вот там. Поставил ее... Подключил ее к двигателю. Принял на борт трех человек, со мной вместе четыре. Общий вес получился 350 килограмм. Штатная загрузка для водолодки 400 килограмм. И проехал на этом количестве топлива, а именно на трех литрах. Путь составил 4,8 километра. Против течения по реке Волхов. Мы находимся в городе Великий Новгород. Это река Волхов. И сегодня мы начали вторую часть испытаний. После того, когда произошла обработка камеры, обработчиков сгорания, MPG-капсула. То есть было сожжено четыре канистры топливом, содержащим добавку. Одна таблетка, одна капсула, одна таблетка разделяется на четыре части. Она годится для обработки 80 литров. Что и проделано, что и произошло. Сегодня мы увидим, на что годится эта новая технология. Насколько она экономит. И подсчитаем в точности, сколько процентов экономия получилась. То, что будет экономия, я уже точно знаю. И в процессе того, когда было сожжено четыре бака топлива, Мотолодка вначале вела себя, как обычно. Первые две канистры не дали никаких видимых изменений. Но когда сгорала третья канистра, а именно 50 литров топлива уже в этот момент, Мотолодка начала решительно прибавлять скорости. И по замерам, буквально на глазах, ее скорость увеличилась на 27%. Вообще, этот мотор финский. Производство компании Терхи. 23 лошадиные силы. Моторчик старенький. Достаточно сказать, что такие моторы уже 20 лет, как в Финляндии, не выпускаются. Но, тем не менее, мотор очень культурный. Мне нравится. Интеллигентный, тихо работает. Единственное, что когда я его купил, уже была компрессия. В нем, в нижнем цилиндре 7,5 атмосферы, в верхнем цилиндре 8. То есть, двигатель был уже на пределе своего износа. После того, когда в нем сгорело 80 литров топлива, удивительно. И это вовсе не обещается разработчиками этого средства, этой технологии MBG. Но компрессия в обоих цилиндрах на сегодня 9,9. Когда я взял, схватился за эту добавку, у меня была такая надежда, что этот старенький моторчик оживет. И, собственно, так оно и получилось. Кроме того, мы сегодня еще сможем увидеть, насколько он стал более экономичным. Вот такая простая проверка. И сегодня все узнаем. В наших испытаниях принимает участие Андрей Витальевич Трубачев. Он на протяжении 15 лет возглавлял клуб картингистов. И этот человек великолепно понимает двухтактной техники. И является экспертом, конечно же, по вопросам автомототехники любой. И другие наши гости, Дадьяна Юрьевна Теронова, моя жена. Отвод нас оставила компанию и согласилась принять участие в этих испытаниях. Сейчас водолодка идет по реке Волхов. Мы стартовали от лодочной станции Водник. И двигаемся по Волхову. Будем двигаться в течение 5 километров. Андрей, сколько там минут? То, что стало видно еще после на протяжении того, когда я сжигал 4 канистры бензина, двигатель стал работать намного тише и ровнее. Он очень ровно сейчас держит любые обороты. Холостого хода, самые малые. И хотя он двухтактный двигатель, он вполне может двигаться на очень маленькой скорости порядка 3-4 километров в час на протяжении длительного времени. Вот. Нагар на свечах отсутствует. Нагар в камерах сгорания можно сказать, что отсутствует. То есть я выкручивал свечи, заглядывал внутрь, и это было видно по нему, что камеры сгорания очень чистые. Ну что ж, двигаемся по реке Волхов. Справа от нас Новгородский Гремль. Голокольня. Впереди река Волхов и Сиверсов канал. Продолжаем движение. Я надеюсь, сзади видно канистру. То есть сзади видно трехлитровую банку. Топлива уже осталась около двух литров. Мы в пути 7 минут. Продолжаем.